МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хлебосольная столица Минской области. В этом году УЗДА принимала областные дожинки. Подарки к празднику получили не только лучшие аграрии, но и местные жители. О больших изменениях в Малом Городе сегодня наша программа. Это Центральный регион. Меня зовут Сергей Манько. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уздинский район расположен в самом центре Беларуси. В этом году Уздинщина отметила свое 90-летие, а 2014-й для района стал одним из самых успешных. Хлеборобы поработали на славу и получили каравай наполовину больше, чем в прошлом году. А потому район по праву принимал областные дожинки. 14 ноября на фестиваль-ярмарку отружеников села съехали сотни лучших аграриев со всей области. А гости вместе с горожанами окунулись в атмосферу праздника и оценили большие изменения в Малом Городе. Вячеслав Похольчик руководит районом вот уже 5 лет. И на права хозяина постарался создать все условия для гостей дожинок. Для нашего района небольшого и для города Узды это большая честь было в этом году принимать областные дожинки. Скажем так, что мы, в принципе, были готовы уже к приему дожинки в прошлом году. Полностью был по-новому обновлен бульвар Держинска, сделан пешеходным. Это сегодня и удобство для населения. Здесь постоянно мамы с колясками, с детьми детей моры катаются, на велосипедах. Где-то прогуливается народ так пешочком. То есть стало самое любимое место наших жителей, нашего города. Были проведены, надлежащие проведены капитальный ремонт 12 жилых домов. В мае месяце полностью был сдан в эксплуатацию дворец культуры, куда сместились все направления, которые относятся к культуре. То есть это стал действительно центр культуры. Ну а в этом году нам пришлось немножко доработать. Практически закончили фонтан. Не удалось его испытать, просто очень поздно закончили. Но я думаю, по весне он у нас заработает нормально. Ну и остальная шлифовка города где-то подмели, подкрасили, подчистили и приняли дожинки. Отзывы о дожинках и коллег, и делегации других районов, ну вроде бы как положительные. Но это все останется для города? Это все остается для жителей нашего города. И они сегодня это уже понимают. С гордостью относятся ко всем мероприятиям, которые у нас проходят. Именно что это в Уздинском районе. Сегодня стоит только увидеть лица или глаза этих людей, когда они приходят на концерт в новый дворец культуры. Ну это люди, которые начали жить по-новому. Те, кто приезжают в город, если раньше еще 2-3 года назад Узда была больше похожа на такую большую деревню, то сейчас тоже такой европейский город стал. Ну гости, гости тоже приятно удивлены. Вот мы имеем 4 города по Братима, 2 в России, в Латвии и в далеком Таджикистане. Они тоже приезжают, прилетают, но с удивлением видят те пирамиды, которые сегодня есть в городе. Преобразования в городе еще не закончены. Есть еще и большие планы у вас, да, дальше развивать и поддерживать то, что есть в чистоте и порядке, да? Конечно, мы сейчас именно идет формирование бюджета на 2015 год, где предусматриваем определенные суммы на бюджетные, именно на создание новой инфраструктуры еще в городе, где-то что-то ремонтировать, где-то что-то улучшать. Сегодня у нас имеется проектно-сметная документация на ФОК с бассейном, но сегодня еще не позволяют финансы. Но это ваши мечты. Это наши, ну не мечты, но уже мы об этом думаем. Это тоже необходимый атрибут, который должен быть в городе. Силами архитекторов и строителей Узда значительно помолодела. Отремонтированы десятки километров дорог, модернизированы жилые дома. Главной достопримечательностью Узды долгое время была собственная Красная площадь. Сейчас эпицентр городской жизни переместился. К празднику в Райценке появился пешеходный бульвар, а архитектурной изюминкой Узды стал ультрасовременный дом культуры. Какая концепция была вот этой площади? Как я уже сказал, это концепция сделать пешеходную зону в центральную зону. Ну и во-вторых, поскольку у нас на Узничне, знаете, много писателей, то здесь же вот где-то вот площадь Анки Кубала, вот это деревянный по мосту где. Ну замысел такой, чтобы вот здесь собирались писатели, обсуждали свои творения, так скажем, ну отдыхали по вещам. То есть, в принципе, здесь можно художникам писать картины, а писателям творить, писать романы и стихи, да? Конечно, общаться и обсуждать, поэтому такая вот задумка была в основном. А вообще люди что говорят, которые смогли ощутить вот эту красоту? Ну, люди, конечно, довольны. Во-первых, они довольны тем, что вот их дети, они свободно могут выпускать, они здесь могут свободно отдыхать, гулять, кататься и прочее. Здесь тем более выставляют когда теплое время вот такие игровые аттракционы. Поэтому для молодежи, для детей это очень хорошо. А вечером молодежь собирается, тоже отдыхает. Молодежь всегда привык, что где-то вместе отдыхать было. Поэтому очень довольны людям. Удовольствие, наверное, дорогое, а нужно было все-таки делать такие дорогие подарки? Ну, я не думаю, что только дорогое это удовольствие. Это же не на один год делается, во-первых. Это же делается для населения, для людей, поэтому это не столь большие деньги, особенно по нашим временам. Единственное, было на области, где был аварийный дом культуры. Сейчас делали, проводятся все практически основные массовые мероприятия. Это подтвердило и дожинки, и человек водонещен, и прочие такие мероприятия. Поэтому, я считаю, для узненщины, тем более на Радом, с городом Минском, это же престоличный район, так скажем, это нормальное явление. Это все всегда правда будет. То есть, в принципе, если раньше нужно было искать какие-то места красивые в городе, чтобы удивить чем-то, да, или наоборот прятать что-то некрасивое, то сейчас есть что показать, да? Наверное, второе более правильно, что быстрее надо было прятать, чем что-то показывать, удивлять. Сейчас, наоборот, мы, наоборот, в любую зону города можем проехать, посмотреть. Она, ну, в крайней мере, еще достойная. Естественно, больше внимания уделялось при подготовке к дожинкам и переустройству. Это центральный город, вот это, квартирные застройки. Ну, а сейчас вот уже, в этом году мы уже переместились работы все на старую зону. Там, я думаю, за следующий год-два там тоже будет довольно прилично и не стыдно, так скажем. Но вот это благоустройство, вот современный облик, на что оно влияет? Люди, наверное, как-то по-другому, да, себя ощущают, да? Совершенно верно. В первую очередь, это влияет на мировоззрение людей и отношение к тому, что вот для них сделается. Ну, и, во-первых, даже самая гордость уже у человека появляется. Это тот микрорайон и тот город, в котором они живут. Первое, которое я пришел на должность еще, ну, долго, давно. Я пришел, я первое, что выступаю на совещание, район сказал, что я пришел для того, чтобы нашим детям не было стыдно за тот город, в котором они проживают. Ну, а какой вы видите узду в будущем? Каким должен стать этот город? Ну, я вам скажу, что город будет, конечно, привлекательный в плане отдыха, потому что мы в перспективе еще будем строить фок. У нас, ну, вот основного единства не хватает. Там довольно такой тоже приличный. И у нас, в общем-то, есть генеральный план уже города. Правда, еще пока не утвержден, но проекты детальных планировок сделаны, довольно красивые. И развивается он тогда, вот, город туда выше, это Дом культуры. Хотелось бы, конечно, чтобы людей больше устроились, чтобы, я говорю, опять же, мне было их стыдно, ни детям нашим, ни внукам, чтобы они с гордостью сюда приезжали и отдыхали, приглашали своих друзей и знакомых. Районный Дом культуры стал желанным подарком для жителей Узденщины. Многие до сих пор приходят сюда на экскурсию. Тем временем работники культурной сферы успели обжить здание. На одной площади размещается ЗАГС, большой концертный зал, кабинеты для занятий творчеством. Новоселье отпраздновали и районные библиотекари. Местные жители по-прежнему любят читать, а сама Узденщина славится своими известными земляками-писателями. Живописные места вдохновляли Кондрата Крапиву и Паулюка Труса. У нас 3,5 тысячи читателей. Это приблизительно 30% от всего населения нашего города. А книжный фонд? Книжный фонд составляет около 40 тысяч экземпляров. Вот в этом вот зале расставлены не все книжки. У нас очень хорошее книгохранение, которое расположено в подвальном помещении. И все дублитную такую литературу мы расставили именно там. Ну и, конечно же, вот на видном месте ваш земляк, книги Кондрата Крапивы, да? Да. Наш известный земляк, который родился в деревне Низок. И мы стараемся пропагандировать его творчество. Его байки знают все и взрослые дети в нашем районе. Ну а сами местные жители, насколько активно читают Кондрата Крапиво? То есть пользуются он в популярных студиях? Вы знаете, что у нас литература в нашем районе, она на особенном месте. Потому что у нас при нашей библиотеке действует литературное объединение Ниманец. В настоящее время у нас пять членов Союза писателей Белоруссии. Мы постоянно проводим литературные такие заседания, проводим встречи. Дружим также мы с Держинским литературным объединением. То есть растите уже будущих писателей, да? Да, смело, да. В 70-летие создания нашей библиотеки мы для наших читателей такую проводим интерактивную акцию, которая называется «Спасибо тебе, библиотека, за». И вот это вот дерево благодарности. Это дерево подарила наша читательница. Если подойти поближе и посмотреть, можно прочитать, что наши читатели говорят о нашей библиотеке. Для любого человека подавай библиотеку. Хоть сейчас есть интернет, библиотеки равных нет. Это вот такие слова написала Голанкова Елена Ивановна, 38 лет. Ну приятно вам, как библиотека им такие слова? Ну конечно, приятно. Мы собираемся потом наших всех этих читателей пригласить на мероприятие, сделать в такой торжественной обстановке, праздничную такую встречу организовать. Со временем Новоселье прошло совсем немного времени, а уже дерево... Дерево уже растет и, можно сказать, светет и пополняется какими-то новыми пожеланиями и благодарностями наших читателей. Удивляются новому зданию не только местные жители, но и гости города. Житель украинского Запорожья Ярослав Тимохин испытал мультимедийные возможности районного храма знаний. Говорит, узда совсем не похожа на провинциальный городок. Своими глазами он увидел современный, уютный райцентр, комфортный для жизни и отдыха. Первое впечатление – это ваша красивая достопримечательность, палац, ну, вернее, дворец культуры. Ну, город, так сказать, он небольшой, но очень уютный. Ну, и первое впечатление – очень красивый, ну, и, так сказать, богатый. Богатой инфраструктурой, архитектурой, то есть, как бы, очень красивые постройки, расстраиваются, видно, сразу. Также я вижу молодые микрорайоны у вас, все растут, растут. Очень хотелось бы даже и переехать в вашу страну, потому что, ну, действительно, как бы, очень высокий уровень жизни здесь. Ну, это мое впечатление, так сказать. Ну, и по общению с людьми, то есть, ну, не сравнится. Как бы, вот тоже впечатление о районной библиотеке очень высокие, потому что, ну, видно сразу, как бы, тут даже показывать нечего, ну, и говорить. Видно сразу, что все чисто, очень хорошо сделано, грамотно, очень много книг, я так понял. Ну, и сотрудники здесь хорошие, приветливые. В Белоруссии, как бы, книги до сих пор покупают, и очень так, я смотрю, что все именно с книгами, то есть, без электронных каких-то там гаджетов. Вот, поэтому меня это очень удивило и порадовало, потому что, ну, развивается страна, так сказать, молодежь. Вот, читает. То есть, мое впечатление о том, что государство здесь заботится о своих гражданах, то есть, постоянно идут вложения средств в развитие молодежи, спорта. В этом году год гостеприимности, честно сказать, меня везде встречают гостеприимно. То есть, даже когда узнаю, что я из Украины, то есть, никаких там, каких-то там политических взглядов нет. Конечно же, спрашивают, переживают, этого тоже очень приятно. Вот, ну, а так, я же говорю, как бы, мне тут очень нравится. А праздничные стройки и жители Хузинского района, которыми гордится вся страна, смотрите в следующей части нашей программы. Далее, краткие даже с новостей из столичного региона за неделю и реклама на канале СТВ. Точки роста, социально-экономическое развитие Минщины обсудили на заседании облсполкома. Основные показатели в центральном регионе с положительной динамикой. Вместе с тем остается много нерешенных проблем. Не все сельскохозяйственные, промышленные, строительные и торговые организации справляются с поставленными задачами. Особое внимание внешнеэкономической деятельности. В этом году достигнуто положительное сальдо внешней торговли. Доля экспорта превысила импортные поставки. Несколько новых свинокомплексов ведут в эксплуатацию на Минщине до конца года. Таким образом, специалисты планируют выполнить задачу по увеличению поголовья животных. На эти цели выделено более 20 миллиардов рублей. В планах увеличить среднесуточные привесы за счет использования современных кормов. Жизненный фундамент. В Солигорске в следующем году жилье получат почти две сотни строителей. В городе Шахтеров в самом разгаре возведение общежития для сотрудников стройтреста номер 3. Возводится здание хозяйственным способом. Отметить новоселье здесь планируют в середине следующего года. На двух колесах с комфортом в Жодино создают сеть велосипедных дорожек. Уже весной жители и гости города смогут безопасно передвигаться на велосипедах. Специальный участок для велопоездок обустроили на окраине Жодино. В следующем году велодорожки появятся на центральных улицах и проспектах Жодино. Природное лекарство. Уникальная янтарная комната появилась на Любанщине. Здесь широко используют лечебные свойства минерала. Ежегодно в районную здравницу приезжают около 6 тысяч взрослых и более 2 тысяч детей. На реконструкцию местного санатория и создание уникальных для Белоруссии методик было потрачено около 30 миллиардов рублей. Любителям нетронутой природы. На Меньщине в год гостеприимства увеличилось количество агроусадеб. Сегодня в области насчитывается почти полтысячи туристических объектов. Наибольшее количество агрокомплексов в престоличии, Мядельском, Логойском, Воложинском районах. Это «Центральный регион», и мы продолжаем. И далее о людях, которые создавали современную узду, чьи имена, навечно вписанные в историю района. Красная звезда на фасаде дома указывает, здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Владимир Поробкович в 16 лет закончил Соловецкую школу ЮНК и ушел на фронт в составе черноморского миноносца «Сообразительный». 9 мая 1945-го Владимир Ефимович в составе своей команды салютовал Великой Победе. А уже после войны ветеран сделал многое для развития уздинского района. Да и сегодня в свои 89 солдат Победы полон сил и энергии. Владимир Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Вы прям при параде, да? Встречаете гостей? Ну, а как-то гостей встретить надо же при параде. Вот, мы же люди флотские. Столько медалей, столько наград. Ну, вы человек для узды знаковый. Ну, я же даже в книгу славы занесен район, значит, я прожил здесь недаром. Давайте посмотрим, как вы живете, да? Ну, конечно, пожалуйста, заходите. Это ваше жилище, да? Да. Уютное? Все. Один живете? Ну, говорят же, есть притча такая. Человек прожил недаром жизнь, если построил дом, народил детей и посадил дерево. А я все это сделал. Так что мне, знаете, не стыдно за свою прожитую жизнь. За то, что Узденщина стала его родным домом, Владимир Ефимович благодарен судьбе. Здесь ветеран встретил свою жену местного врача, с которой прожил более 60 лет. В послевоенное время работать приходилось сутками, но Владимир Ефимович всегда справлялся с поставленной задачей. Пригодилась фронтовая закалка. На Узденщине он завидовал отделом культуры, возглавлял комбинат бытового обслуживания, строил швейную фабрику и даже был в руководстве исполкома. Когда приехал, город был, ну знаете как, ну как большая деревня. Ну тогда жил у всего, он же был городской поселок. Не город, а поселок был. Здесь жило где-то 4 тысячи населения с хвостиком. А все на селе, а на селе больше было. Когда я культурой работал, строились тогда, ну простейшие клубы сельские. И делали, когда кинофикация была, делали их, называли тогда будки, это киноаппаратные. Так что и здесь мой уклад есть. И когда был директором комбината бытового, сельские дома быто построены были. Сейчас же посмотреть на Узду, если бы кто-то поднялся тех лет и посмотрел, сейчас же стал уже город. Я когда приехал, ни одного вот кирпичного, я имею двухэтажное здание, уже потом построили. Вы как оцениваете нынешний облик Узды? Я оцениваю, что сравнений никаких нету. То, что было и сейчас. Сейчас настоящий город, благоустроенный, газофицирован, электрофицирован. Этого же не было, электричества же не было. Был там дизель, который только давали немножко в ночное время там. А сейчас же все по городскому. И транспорт ходит, и все это, ну, вы же видите. Мои молодежи, наверное, много, да? Молодежи здесь уже в Узде больше, чем было, вот, остаются. Ну, и школы же построили. За Узду горжусь, вот, и считаю, хорошо, что я и остался в Узенском районе и в Узде. Поэтому мне уже Узда, это, как говорят, родной мой город. В Узде очень хорошие люди, притом и национальность, и веры тут разные есть. Вот, и татары живут, и дружно все мы живем, и мы не знаем, что татары, мы у нас, и разницы нету. Я очень, вот, доволен, что я именно сейчас, в общем, Узде стал, знаете, доволен. Почему? Вот, ну, и, как говорят, мне здесь уже и родство появилось. У меня же никого не было. У меня тесть и тёшь, это мама и папа было. И датчушка окончила институт, вот, уже пошла на пенсию в прошлом году. И зять окончил институт, вот, ну, познакомились в стройотраде и тоже поженились, так как и я за одну неделю поженився. И живу, слава богу, и зять хороший, и внук, вот, стипендиат президентский еще впервые, когда вели, он радиотехнический колледж кончал. Вот, ему, вот, тогда мы смотрели по телевизору, а потом кончил аспирантуру и стал кандидатом в наук. Ну, мне, когда задают, какая ваша самая главная и, вот, и ценная награда, я говорю, жизнь. Ветеран Великой Отечественной Владимир Поробкович – почетный житель Уздинского района. Фронтовик уверен, свой жизненный фарватер выбрал правильным, а потому успехами родной Уздинщины гордится так же, как своими собственными. Я горжусь, что я все-таки недаром тут проработал. Моя жизнь тут прошла. Уже написан за активное участие там в социальной и хозяйственной развитии района. Так что я же унес, я себе и памятники построил. Дом быта двухэтажный стоит, и швейная фарка стоит, но жилье, люди живут, вот, когда встречаюсь. О, Владимир, спасибо тебе, что мы живем в доме. Мне стыдно с людьми встречаться, я прожил. Чем мог, то он людям помогал. Вот так я делал. Если не могу, я объясню. А вам сейчас помогают? Ну, мне пока не надо помогать. Вот. Я еще помогаю кое-где, выступаю, воспитываю молодежь. Уздинщина гордится своими людьми трудолюбивыми и творческими. А в новом здании районной библиотеки уже открыт свой краеведческий музей. История малой родины и ее жителей на книжных страницах. Петро Глебко, Антон Белевич, это все наши писатели уздинские, которые родились на нашей уздинской земле. Ну и книги 47-го года, да? Очень уникальные. Мы сотрудничаем с Национальной библиотекой. И написали им письмо. И в свою очередь они нам сделали такую подборку. Это все настоящие книги. Это такие, которых уже тяжело где-то и найти. Но в нашей библиотеке мы их сохранили. И есть возможность читателям потрогать эти страницы, почитать. А что люди читали 70 лет назад, 100 лет назад и что сейчас? Наверное, во все времена любили читать и такие романы, и любили стихи в зависимости от настроения. Кто-то любит поэзию, кто-то любит прозу. Поэтому я считаю, что в нашей библиотеке можно найти всякую литературу на любого пользователя. Ну, гандат крапива – это известный такой юморист наш, да, белорусский? Это юморист, да. Я в мостатском огороде, только марная трава. А якая смеют годи, я пякучка крапива. Я растусь тут под плотом, и не так давно взошла. Али многим обормотом руки-ноги опекла. Наверное, у нас здесь такая земля отсюда берет исток Немана. Здесь люди и трудолюбивые, и уважают свои местные традиции, любят литературу. Наверное, поэтому мы стараемся все это дальше продолжать, эти все традиции. Сюда мы приглашаем и школьников. Ну, а вы не только как библиотекарь, а как местный житель в городе, вы их почувствовали? Конечно, почувствовал. Особенно в последнее время стал город такой современный, красивый. Ходишь по этому городу и удивляешься, насколько светло, чисто, уютно. Потому что у нас такие люди, они сами создают своими руками всю эту красоту. Приятно теперь жить в таком небольшом, но хорошем городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова